У школьников появилась еще одна возможность узнать о подвигах своих земляков благодаря партийному патриотическому проекту «Единой России. Новая школа». На ученической партии размещается информация о герое, который учился в школе и вошел в историю Отечества. Во втором корпусе Видновской школы номер 5 торжественно открыли парту героя. Я знала, что в нашей школе откроется памятник парты героя, и сегодня я узнала о этом большом событии поподробнее. Директор нашей школы ушел на фронт с четырьмя учителями и учениками нашего прекрасного учебного учреждения. И я очень горжусь, что я сейчас учусь здесь. Всего ушло с нашей школы 48 человек на фронт. В мероприятии приняли участие руководитель Ленинского отделения партии «Единой России» Анна Державина и члены местного полицовета Татьяна Квасникова и Моисей Шимаилов. Уроком патриотического воспитания. Особая благодарность воспитанникам вашей школы и педагогам за то, что они десятилетиями с глубочайшим уважением, с трепетом хранят и передают память о школьниках, которые вышли из-за школьной парты, взяли в руки оружие и пошли защищать страну. Минуты молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны участники торжественного мероприятия. Наверное, самым первым шагом к той большой победе, которая была 9 мая 1945 года, это была битва под Москвой. Вот здесь, рядом с нами, недалеко, шли первые бои, когда гейлеровская армия, фашисты поняли, что с большим дружным советским народом, с могучей страной бороться будет непросто, а, возможно, даже потерпит поражение. Право первой сесть за парту героя удостоилась одна из лучших учениц школы – Надежда Петрова. Восьмиклассница призналась, что испытала трепет и волнение. Радость, гордость и безумное волнение за то, что здесь происходит. Возможно, некоторое удивление, что выбрали именно меня. И, естественно, душевную эйфорию. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориальной доске на фасаде здания школы. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.